Украине. Героям слава. Привет всем от Павлонского. Я сейчас стою на детской площадке. Чтобы не сомневались, вот она у меня за спиной. Видите, детская площадочка такая. Качельки здесь стоят, калечельки и прочая чепуха. И уже дети здесь на этой детской площадочке гуляют уже, как, впрочем, и всегда. А совершенно недавно, вот сколько там, наверное, дней 5-6 назад, я уже не скажу точно, сюда упало 10-го, что ли, числа? Не, уже больше, чем 6. Видите, время летит быстрее. Так вот, совсем недавно, прямо по этому месту, вот на месте, где... Вот видите, у меня качелька и белый песочек такой вот. Сначала серый, а потом песочек побелее. И дальше кустики такие. Вот прямо туда упала рашистская ракета. Это было вот, когда это было? Ну, 10-го октября, да? Уже сколько там, 10-11 дней назад. Упала ракета прямо по детской площадке. И утром, слава богу, никого из деток здесь не было. Здесь был очень большой бобах, взрыв, все это летело. И вот сзади за мной вот серый дом, серое здание, за ним двухэтажное, такое розовое здание. И еще одно здание вынесло абсолютно все стекла. Сейчас уже, если вы посмотрите, в этом доме часть окон вот заделана ДСП, часть окон фанерой, те заклеены пленкой. Люди начинают делать ремонты, как-то обставлять свою жизнь после рашистского налета, фашистского. Так вот, я хочу еще раз спросить у Путина. Вот ты тогда визжал, ты фашист, тогда визжал, что ты обстреливал военные объекты и энергетические объекты. Вот энергетический объект, это свеженькие эскустики, прямо на том месте, где упала твоя ракета. Прямо на этом месте яма была такая, что если бы я в нее спрыгнул, наверное, скрылся бы. Там 5-метровая яма была. Там на меня, меня еще можно было, еще и полменя сверху поставить, чтобы и то не выглядывало бы с ямы. Вот сзади дерево тоже все посечено осколками полностью. Все деревья посечены, все это дело осколками, побито, дома разбиты. Жилые дома, тут нету никаких, дальше вообще жилые дома, тут жилые дома, дальше вон музей идет художественный. И это все с точки зрения бандитской путинской власти, это все военные объекты. Нет, это не военные объекты, я никогда в жизни не хотел бомбить военные объекты. Он хотел бомбить украинцев, плевать ему на все остальное. Он хочет уничтожить украинцев как нацию. Именно поэтому ракеты летят вот в такие вот места, как здесь в Киеве. Это же не один дом пострадал, у нас в Киеве, чтобы все, вот кажется, что в Киеве ничего не прилетает. Да нет, ребята, в Киеву капитально прилетало и в феврале, и в марте, и вот сейчас прилетало. И у нас больше 200 домов разбитых в Киеве, на секундочку. Вот в таком же состоянии промзильном, как вот этот. Раз, два, три, четыре дома. Сейчас пройдусь на Жилянскую, там еще один дом разбитый. Совсем недавно. Так что, понимаете, это война, которую бандитский, фашистский, путинский, террористический режим ведет на уничтожение украинцев как нации. И война, в которой этот путинский режим абсолютно обречен. Потому что шансов у него победить нет никаких от слова совсем. Дело в том, что вот самый главный вопрос. Для чего он это все делал? Он это делал для того, чтобы украинцы испугались, убежали к Зеленскому и требовали у него заключать мир с террористами, с Россией. Ни один человек ничего подобного не сказал. Такого никогда. И никогда не скажет. Единственное, что требуется сейчас от Зеленского, это добивать эту гадину, выносить их ногами вперед с украинской земли и разорвать дипломатические отношения, что с Россией, что с той Белоруссией. По крайней мере, до тех пор, пока там полностью не поменяется власть. И пока там все не будет совершенно по-другому. Вот так вот, друзья мои. Так что Путин лузер. Путин фашист. Он проиграл. И он это прекрасно знает. И своими бомбежками он не добьется. Ровным счетом ничего. Хотя нет. Вы знаете, одной вещи он все-таки добился. Всеобщей ненависти украинцев. 100% украинцев. Слава Украине! Слава Украине!